2 мая 1945 года, Берлин. На центральную улицу выносят обгоревший труп главного нацистского пропагандиста Иозефа Геббельса. Обугленное тело все же узнаваемо. Его желтый галстук со свастикой, который почему-то не сгорел, военный переводчик-лейтенант Елена Ржевская запомнит на всю жизнь. Казалось, эта шелковая петля стягивает шею Геббельса. Приемы тиражирования самой отъявленной лжи, придуманные этим человеком, геббельсовская пропаганда, сделали его имя нарицательным. Но в те минуты и Ржевскую, и миллионы других людей больше всего волновал вопрос, где же Гитлер? Именно с его личной кончиной связывали крах Третьего Рейха и конец войны. Именно он был главным живым воплощением и символом нацизма, который принес миру столько горя. И найти Гитлера в те дни в Берлине мечтал каждый. Но сделать это было суждено именно лейтенанту Ржевской. 1 мая 1945 года, Берлин. Красная армия ведет ожесточенные бои в центре горящего города. Начальник генерального штаба германских сухопутных войск, генерал Крепс, прибывает на переговоры в попытке заключить перемирие и сообщает советскому командованию сенсационную новость. Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством. Со слов Крепса, это произошло накануне, 30 апреля. Но где же труп фюрера? Немцы утверждают, тело сожжено на костре. Однако заявлению о смерти Гитлера советская сторона не верит. Газета «Правда» называет утверждение о самоубийстве фюрера очередным фашистским трюком. Утром 2 мая 1945 года штурмовые отряды Красной армии, постоянно вступая на ходу в перестрелки, врываются в имперскую канцелярию. Здесь, в подсемели, последнее убежище Гитлера – фюрер-бункер. Пойдя в имперскую канцелярию, конечно, были прежде всего заинтересованы. Там даже опасно было, потому что стрельба продолжалась. Путаясь в темных коридорах подземелья, группа контрразведчиков СМЕРШа находит апартаменты Гитлера. Но комнаты пусты. И тут, в двух метрах от выхода из бункера, разведчики натыкаются на два полуобгоревших трупа. Это Геббельс и его жена Магда. Акт об обнаружении тел подписывают коллеги Ржевской из особой группы контрразведчиков – подполковник Клименко, майоры Хазин и Быстров. Майор Быстров, он даже как-то сказал, что мы были в Польше. Свидетелей просматривает гипердокументов. Нужно найти хоть какие-то зацепки, которые помогут пролить свет на судьбу Гитлера. Среди бумаг Елена находит дневник Геббельса. Эти записи, демонстрирующие превращение образованного и утонченного человека в нелюдя, будут будоражить воображение Ржевской и годы спустя. Так что она даже решится написать книгу. Ржевская в бункере наспех пролистывает тетради, исписанные убористым почерком министра фашистской пропаганды. Как вдруг ей сообщают об очередной страшной находке. В одной из комнат подземелья найдены трупы шестерых детей Геббельса. Они были как живые, буквально, как будто они спящие. Дети – это страшно. Это, прямо я вам скажу, совершенно уцелепно. На допросе эсэсовский врач Кунц рассказывает Елене, что их умертвила собственная мать, Магда Геббельс. У Елены сжималось сердце, когда она смотрела на младшую из дочерей Геббельса, четырехлетнюю Хайду, заснувшую вечным сном от материнского укола. Столько же четыре года было и дочке Оленьке, когда Елена видела ее в последний раз во время короткой побывки в Москве. Но направили на курсы военных переводчиков. Ее блестящее знание языка обращало на себя внимание. Так что девушки предложили остаться в Москве. Работать в генштабе. Стратегически выигрышный ржавский выступ в центре Восточного фронта немцы рассматривали как плацдарм для броска на Москву. А надежд начать наступление на советскую столицу они не оставляли до января 1943-го. И потому 17 месяцев оккупации ржава превратились в один из самых кровавых эпизодов войны, когда советское командование, следуя указаниям Сталина, любой ценой устранить угрозу Москве, фактически забрасывало противника трупами своих солдат. И они волнами на этих пулеметах все равно в этом рисунке убирать, они ничего не имеют. И они не сдаются при этом. Флин, они... Эти и другие эпизоды Елена каждый день описывают в своем дневнике. Босоногие крестьянские дети и почерневшие старухи, привыкшие к налетам. Бойцы, зачарованно взирающие на акробатку из агитбригады. Трупы, беженцы, сожженные деревни. Она была... Весь этот ужас, от которого скрыться было невозможно. Она была ранена просто всеми этими впечатлениями. Елене казалось, ничего страшнее того, что уже довелось увидеть и пережить, просто не может случиться. Но ночью 23 сентября 1942-го, когда она дежурила в штабе у телефона, по радио передали Акрово в пролитном сражении на юге и сообщили. Под Новороссийском группа разведчиков во главе с Павлом Коганом попала в перестрелку. Ее муж Павел, прикрывший своих ребят, убит. Ну, это сразу была сметавшая с ног. Тут деться некуда. Вот то, что его нет на свете, то, что он погиб. 3 марта 1943 года Елена со своей 30-й армией вошла в Оржев. Изрешеченная водонапорная башня, обломки зданий и больше ничего нет. Из 20-тысячного населения, попавшего в оккупацию, осталось всего 248 человек. Уходя из Оржева, фашисты заперли их в заминированной церкви, которая чудом не взорвалась. Поиски Гитлера продолжаются, но уже под завесой тайны. Сталин приказывает засекретить всю информацию, связанную со смертью фюрера. Все прекратилось. Абсолютная тайна. Елена снова метр за метром просматривает опустевшие подземелья под имперской канцелярией, допрашивает свидетелей. Тело Гитлера могли сжечь в саду рейх с канцелярией. Но как найти место сожжения, когда вокруг сплошь изрытая бомбами земля, покореженные деревья, обвалившийся кирпич? Его, знаете, свежая засыпка. И под его тяжестью она осела в какой-то мере. И показалось, кусок одеяла серого. Обгоревшие трупы опознать было невозможно. К тому же разведчиков смутило наличие женщины. О Еве Браун тогда мало кто знал. Начальник группы подполковник Клименко приказал бойцам тела снова закопать. Официально тела Гитлера и Евы Браун обнаружены не 3-го, а 4-го мая 1945 года. По удачному стечению обстоятельств в это время был задержан эсэсовец из личной охраны Гитлера Гарри Мингерсхаузен. Он видел, как 30-го апреля адъютант Генша и слуга фюрера Линги вынесли трупы Гитлера и Евы Браун в сад, положили в ту самую воронку, облили бензином и подожгли. Елена была уверена, новость об успехе их группы вот-вот облетит весь мир. С негодованием Елена читает в советской прессе заметки, что Гитлер где-то скрывается. Командование почему-то уже не одобряет рвение разведчиков. В поисковой группе, которую возглавляет полковник Горбушин, к этому времени остаются только майор Быстров и переводчик Ржавская. Все остальные отстранены и направлены на другие задания. Складывается впечатление, что в Ставке решили просто предать Гитлера забвению. В такой ситуации личная инициатива может привести к опасным результатам. Поиски Гитлера это... В начале мая центральный квартал Берлина переходит в ведение соседней 5-й ударной армии Берзарина. Нужно срочно вывозить трупы Гитлера и Евы Браун из имперской канцелярии. Не оставлять же трофеи другим. 6 мая в 4 утра тела, завернутые в простыни, по-партизански похищают, перебросив в обход часовых через забор и увозят на экспертизу. Вскрытие останков Гитлера показывает. Смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями. Во рту обнаружены кусочки стекла от ампулы с ядом. Остается выяснить, действительно ли это труп Гитлера. Но как? Он скрывал Гитлера. Он придумал, как его опознать. Обгоревшая головешка такая же там кусок. Нога отвалилась одна. Черепа кусок не хватает. Как это можно опознать? Вспомнил Горбошин. Возвай к Елену и протягивай к ей коробку из-под папирос. Герцеговина Флор. В ней зубы Гитлера. И за их сохранность дейтенант Ржевская отвечает головой. 9 мая 1945 года. Берлин. В городе миллион беженцев. Многие здания разрушены. А военный переводчик Ржевская и полковник Горбошин выезжают на поиски личного стоматолога Гитлера. Однако профессор Блажке, который лечил фюрера и Еву Браун, уехал из Берлина. Как и многие, кому хорошо жилось в Третьем Рейхе. Но в его приемной советским офицерам навстречу выходит ассистентка профессора Кете Хойзерман. Увидев советского полковника, Кете Хойзерман не на шутку перепугалась. Но появление Елены сразу разрядило обстановку. И Кета согласилась сотрудничать. Ее описание зубов полностью совпали с реальными фрагментами челюсти. Кете Хойзерман привела группу Горбушина к зубному технику фрицу Эхтману. Он изготавливал коронки для Гитлера и Евы Брауна. Свою работу тот узнал сразу. Материалы расследования и неопровержимое доказательство смерти Гитлера, его зубы, вскоре были отправлены в Москву. Однако, как выяснилось, придавать результаты следствия огласки Сталин не собирался. Лена описала банальную смерть. Она унижала. Ни Кета Хойзерман, ни этот зубной техник, люди, которые ни в чем не провинились, мирные люди, они были забраны в Москву, сидели очень долго в тюрьме, потом получили лагерь, и их приговор совершенно неслыханный, как свидетеля смерти Гитлера. Долгие послевоенные годы Елена Ржевская даже от родных и близких скрывала, участницей каких событий она была в Берлине в мае 1945-го. Лишь после смерти Сталина книга Ржевской записки переводчика была опубликована. Записки переводчицы. Там была эта слегка, так сказать, задета была эта тема, и только тогда мы это узнали. где вас 27 emos к все желание д меня